Под постановление попадают несовершеннолетние, женщины и одинокие мужчины, у которых есть дети, мужчины старше 55 и женщины старше 50 лет, больные активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями третьей или четвертой степени, инвалиды, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, заключенные имеющие заслуги перед страной, участвовавшие в боевых действиях по защите Отечества, а также выполнявшие воинский либо служебный долг в Афганистане или в других странах, где велись боевые действия. И все это при условии, что преступление совершено впервые и относится к небольшой или средней тяжести. Сейчас в колониях страны содержится более 800 тысяч заключенных. В исправительных учреждениях при Каме отбывают наказание почти 23 тысячи человек. Сколько из них попадет под амнистию, пока сказать сложно. Есть множество нюансов, так что цифры вряд ли будут впечатляющими. Продолжение следует...